Начинаем отсчет. Обратные 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Как и положено на кулинарном поединке, все нужно делать очень быстро, но аккуратно. Всего три задания, время ограничено. Участники должны приготовить салат, блюдо из мяса и кулинарный сувенир. У каждого фиксированное количество продуктов, которые предоставляет 8 канал. Набор продуктов у всех одинаковый. Это доступные овощи, фрукты, мясо, все, что можно купить в магазине, в обычном. В конкурсе от 8 канала участвуют 5 команд. Две семейные команды, остальные коллеги и друзья. Адмиральские маячки, кулебяка, простофеи, стук-ложки и душевная кухня. Так назвали себя кулинары. Профессиональных поваров среди участников нет, но абсолютно все любят готовить. Мы хотим сделать, ну, в первую очередь, на гриле, как положено по правилам. Туда пойдет вход еще на гриле овощи, обязательно. И наша основная идея – это все скомпоновать так, чтобы было всем интересно. Соус, свежий перец, помидор, зелень и, в общем-то, все. Соус для мяса. Закуску легкую маринованную с луком и с огурцами. Вот она очень хорошо к мясу идет. Ну и сейчас будем готовить гарнир. Обожгли перчик. Сейчас мы убираем вот эту кожицу, и внутри он очень вкусный стал, такой прям сладенький. Это будет часть соуса у нас. Потом мелко режем его, добавляем в два соуса. Один майонезный, один томатный. Вот такой секретик у нас небольшой есть. Мы хотим накормить всех, поэтому у нас такие огромные куски мяса. Что мы сделали? Взяли свинину, замариновали ее в майонезе, добавили немножко, чуть-чуть уксуса, немножко лимончика, еще не солили и лук. В принципе, все. Конкурс оказался интересным не только для самих участников, но и привлек внимание других отдыхающих базы «Маяк». Для этого постарались партнеры и спонсоры мероприятия – компании «Ратимир» и «Карел». Друзья «Восьмого канала» рассказывали о своей продукции и угощали гостей. Уникальность нашей продукции заключается в том, что вся эта техника, она сделана для здорового образа жизни, для поддержания здоровья, для здорового питания. Сейчас это, во-первых, очень важно и модно стало. Оценивали кулинарное мастерство не только судьи. Попробовать блюда конкурсантов мог любой желающий. Без куска колбасы не прошел мимо и четверолапый друг. Судя по его морде, он тоже остался доволен. Очень сложно было оценивать участников, потому что, к моему удивлению, все были подготовлены на очень высоком уровне, очень вкусная еда. И мы уже просто ориентируемся на какие-то там нюансы. Кто-то красивее, кто-то креативнее. В целом, то есть по качеству продукции, подготовке, все было очень вкусно. Прекрасное мероприятие, отличная задумка и великолепная реализация его. Готовить на свежем воздухе – это, в принципе, выигрышная позиция в любом случае. Здесь и аппетит, и настроение, хорошая музыка, светлые люди. Мне очень все понравилось. Готовим у моря. Мероприятие с таким названием «Восьмой канал» устроил впервые, но кулинарный конкурс компания проводит уже во второй раз. Призы получили абсолютно все участники, но главный подарок достался только одной команде. Случайно увидела на Фейсбуке пост о том, что «Восьмой канал» проводит этот конкурс. Я своих девчонок, с которыми мы не в одном проекте участвуем, позвонила и предложила, девочки, поедем. Поедем, да. Поедем, да. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Ура!